МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире программа «Открытый регион». И сегодня, уважаемые телезрители и радиослушатели, мы будем говорить о том, какие современные и вообще информационные технологии стоят на службе у специалистов по чрезвычайным ситуациям, потому что безопасность жизни, я думаю, это волнует всех вас, слушающих нашу программу сегодня. Гости нашей студии – начальник главного управления МЧС Российской Федерации по Чувашеской Республике Станислав Антонов и председатель Госкомитета по чрезвычайным ситуациям Чувашеской Республики Вениамин Петров. – Станислав Юрьевич, в чем выражается открытость таких весьма специфических органов, как вы? Потому что кажется, что МЧС – это какая-то тайна за семью печатями, и как раз никто ничего не должен знать. – Это, наверное, кажется не всем людям, что такая тайна. На самом деле, конечно, мы для общества открыты и стараемся, по крайней мере, стараемся быть открытыми, потому что всю информацию, которая у нас есть, мы ее не скрываем, мы ее выкладываем во всевозможных сайтах, выкладываем в средствах массовой информации, не скрывая от нашего населения, потому что наша работа должна быть, наверное, просто доступна для каждого гражданина, чтобы он знал, во-первых, что есть такая служба, чем она занимается, от чего она может его спасти, ну а с другой стороны, мы доносим, опять же, те проблемы и угрозы, которые могут существовать. – Вообще, наверное, доступность информации, она делает работу вашей службы более эффективной как раз, да? – Ну, конечно, потому что тем самым мы достигаем больше, наверное, эффективности профилактической работы. – Если конкретно говорить про открытость, Чувашская республика навсегда отличалась своей открытостью. По итогам 2013 года открытое правительство России под руководством Михаила Абызова наградило республику нашу дипломом. Два наших портала «Открытые данные» получил диплом третьей степени, а портал ЖКХ получил диплом первой степени. И практически у нас все министерства и ведомства имеют сейчас общественные советы. Все законодательные акты сначала обсуждаются народом, общественным советом, только после этого выносятся уже на обсуждение в кабинет министров или на государственный совет. Все федеральные отраслевые министерства, и Чувашские в том числе, они сегодня начинают декларировать свои цели и задачи. Это делается публично на пресс-конференциях. Ну а давайте обратим внимание телезрителей и радиослушателей. Какова печальная статистика, из-за чего мы сегодня обращаем их внимание на миссию вашей службы? Во-первых, статистику мы введем в двух направлениях. Это положение дел в области пожарной безопасности и положение дел на водных объектах. Не люблю обращаться к статистике, потому что статистика наша – это чье-то горе, это чья-то беда. Но возвращаясь к цифрам, скажу, что в этом году на пожарах погибло 59 человек, в прошлом году 54, на воде погибло 43 человека, в этом году, в прошлом 44. То есть примерно цифры почти одинаковые, немножко есть разница в минусовую сторону по пожарам, погибели на пожарах. Но, однако же, от нее, этой статистики не избежать. Люди, к сожалению, нарушают нормы и правила пожарной безопасности, хотя мы о них постоянно говорим, говорим во всех средствах массовой информации. Но, к сожалению, статистику имеем не самую лучшую, скажем так. Все цифры, которые я сейчас назвал, находятся на сайте МЧС России, на нашем республиканском сайте, на которых, опять же, отражается не только печальная статистика, на которых отражается и вообще статистика происшествий, оперативная информация, прогнозная информация, в том числе мы берем прогноз погоды в гидромедцентре и тоже доводим его до населения. Ну, это в том смысле, что если штормовые какие-то ситуации, да? Не только штормовые, возможно, гололед, возможно, там еще что-то, любые происшествия, вернее, любое изменение погоды, которые могут привести к чему-то неблагоприятному. И человек, анализирующий ситуацию, может посмотреть и для себя сделать определенный вывод. Кроме этого, на сайте размещена информация, которая связана с обращением к министру, то есть можно на сайте открыто любой вопрос задать. Вам тоже можно написать письмо по электронной почте, да? И мне тоже можно, да. И моим заместителям, в том числе, тоже можно написать такие вопросы. Ну, если есть возможность сказать, как часто вам пишут, и, Вениамин Иванович, в том числе и на ваш сайт, я тоже думаю, что у вас есть какая-то персональная почта председателя, да? Да, эта почта работает в круглосуточном режиме. Помимо того, что электронная почта плюс оперативные дежурные, как в Кабинете министров, так и ГКЧС, соответственно, в Главном управлении ЦУКС в круглосуточном информацию, люди, любые вопросы задают то, что их волнует, не только по направлениям чрезвычайных ситуаций, предупреждений, профилактики, зачастую задают просто вопросы справочные, что-то хотят уточнить. И поэтому наши сотрудники, наши оперативные дежурные никогда никому не отказывают. Но при этом должны четко зерна отплевел, да? Там хулиганство, чтобы это не было, да? Да, вот переключаемся на хулиганство. Если, к сожалению, в последнее время опять они зачастились, эти случаи. Хулиганство, когда поступает уже не только телефон, раньше это было телефонные звонки, а сейчас уже поступает электронная почта о всевозможных предметах, предстоящих там терактах и все прочее. Ну, мы подчеркнем сейчас для радиослушателей и телезрителей о том, что уголовная ответственность на эту тему очень серьезная. Да, вот были прецеденты, люди отвечали. Прецеденты были, люди уже понесли наказание. Последние два года практически ни один звонок уже остался необозначенным. Практически все вычислили. Всех находят. Всех находят. Те самые современные технологии, да, как раз и помогают. Все это дело очень оперативно вычислили. Когда там взрывное устройство и все прочее, вычислили оперативно, и дальше уже человек понесет наказание. Как бы там не было. И еще раз я обращаю внимание, что, конечно, мы, наверное, всеми с детьми должны разговаривать, хотя очень часто виновниками бывают взрослые люди. Ведь, может быть, в эту самую минуту, когда все ваши сотрудники начинают смотреть по поводу ерунды, что-то несерьезного такого вызова, да, ложного, на самом деле может происходить какая-то трагедия, и вот этих специалистов не хватит где-то в другом месте. Поэтому, конечно, воспитательная работа и вообще ответственность такая человеческая, в данном случае с вашей службой, очень-очень серьезная вещь. А скажите, пожалуйста, вот единый портал государственных слог. Это тоже такой элемент. На каждой программе я задаю этот вопрос. Есть ли услуги у конкретной отрасли. В случае с вашим, опять, очень необычным для сегодняшнего дня случая, какие-то услуги тоже есть на портале? Несомненно, услуг достаточно много. И, опять же, они связаны, как я говорил, с пожарной безопасностью и с безопасностью на водных объектах. Что касается водных объектов, здесь мы оказываем услугу по освидетельствам маломерных судов. Сегодня это достаточно такая востребованная услуга. Кроме этого, надзор во внутренних водах по эксплуатации маломерных судов и базостоянок осуществляем. Это тоже государственная услуга. Кроме этого, аттестация судовладельцев на право управления. То есть мы выдаем удостоверение на право управления маломерным судном. Кроме этого, регистрируем маломерные суда. То есть каждый собственник маломерного судна приходит на регистрацию. Я заметила, что вы там как служба наводите порядок. И, наверное, это правильно. Потому что лодки иногда с пьяными людьми разъезжают. Или с людьми, потерявшими право общинного управления. Это реальная угроза купающимся, отдыхающим людям. Было много случаев, много примеров. В Волгограде, сейчас не буду вспоминать год, когда катер с пьяными судовладельцами, судоводителями вылетел на городской пляж и там покалечили, порубили людей винтами. Кроме этого, у нас еще, как было, так и остается надзор в области пожарной безопасности, это госуслуга. Надзор в области гражданской обороны, отдельный вид надзора. И надзор по выполнению законодательства в области защиты населения от чрезвычайных ситуаций. В большей степени это касается юридических лиц, да? Вот эти услуги. Нет, этот надзор осуществляется в области физических и юридических лиц. Это касается, в общем-то, каждого. Ну, активно граждане Чувашской республики пользуются порталом ЕПГУ? Или еще здесь предстоит нам всем работать, и вам в том числе? Нет, ну, работа осуществляется, наверное, как интересует кого-то, так и осуществляется, потому что я еще не назвал такой госуслугой, как лицензирование в области пожарной безопасности. То есть мы лицензируем на право тушения пожара и на право установки систем безопасности различных. Вот эта услуга достаточно востребована. Это частный бизнес уже работает на этих направлениях, да? Вот что касается маломерных судов и лицензирования в области пожарной безопасности, это очень востребованные услуги. Скажите, уважаемые гости, а вот, собственно, внедрение информационно-коммуникационных технологий, какие задачи решают ваши отрасли? И как сказывается это, собственно, на качестве вашей работы сегодня? Ну, условия. Начнем, может быть, с получения сигнала, потому что всем известно, что сегодня в стране вводится поэтапно, повсеместно вводится единый номер 112. Наверное, это одна из, наверное, новых достижений, потому что очень важно, чтобы каждый гражданин, попав в какую-то затруднительную ситуацию, не впал в панику, а просто элементарно, не думая, куда ему необходимо позвонить, он набрал простой трехзначный номер 112 и получил то, что он хочет получить. Или к нему приехали медики, или к нему приехали пожарные, или приехала полиция, или все вместе. То есть все зависит от ситуации, в которую он попал. Если вот конкретно говорить про систему ГЛОНАСС, она у нас уже на территории республики, как и на территории всей России, работает уже в полную силу. Прежде всего, изначально это медицинское учреждение, потом образовательные учреждения перешли на систему ГЛОНАСС, а сейчас уже практически все оперативные службы полностью взаимодействуют с ГЛОНАСС. И применение данной системы дает оперативно решать все вопросы и сократить время. Это раз, потом контроль за местонахождением всех транспортных средств, контроль за их передвижением, особенно здесь безопасность дорожного движения, прежде всего, если вот транспортные средства, и дают возможность контролировать полностью, и оперативно вмешаться, вмешиваться в те или другие моменты, когда уже на грани фола то или другое действие. Поэтому есть еще возможность далее расширить систему ГЛОНАСС, но потом, сейчас мы переключаемся уже на систему 112. Взаимодействие двух этих схем вообще, в принципе, даст нам полную картину, полное взаимодействие всех заинтересованных служб, как на территории Чувашской республики, так и сопредельных с нами регионов. Ну вот молодежь у нас, да и не только молодежь, сегодня уже и пенсионеры, современные гаджеты имеют, планшеты, другие, уже не телефон, а более современные такие средства. Все эти системы, они включены в вашу систему по доступу сигнала? Ну, пока не включены, потому что, наверное, все зависит от желания собственника. Вот если вы приобрели современный смартфон, то там какие-то установки предварительно уже есть. Ну, программа, по крайней мере, программа есть. Эту программу можно... А государство об этом позаботилось, я так скажу. Программа, скажем так, разработана, и ее можно приобрести, причем бесплатно, просто надо зайти на определенный там какой-то сайт и откуда-то закачать эту программу. Она называется «Мобильный спасатель» или «СОС». Ну, у каждого по-разному, так или иначе, там на весь экран красненькая кнопочка такая. Ну, мы как раз тут обращаем внимание телезрителей, радиослушайте. Раз уж вы такие все с гаджетами, то, пожалуйста, зайдите в поисковые системы Рунета, да, и найдите эту вещь, которая, может быть, не хотелось бы вам желать, чтобы она вам пригодилась, но спасти жизнь, и в случае чего она вам поможет. Поможет, да. Облегчит, по крайней мере, не искать, заставит или не заставит искать какой-то номер телефона, во-вторых, сигнал автоматически дойдет до получателя. Ну, вот сегодня я проверяла, сидя в министерстве, в кабинете, набирала 112, мне действительно ответили, но давайте более подробно расскажем, что же такое служба, система 112. — Резонный вопрос. Почему же 112? В целом, многие знают, что в мире такие системы работают уже давно, и в частности на американском континенте, в США и в Канаде, работает единый номер вызова аварийных служб — 911. Это часто показывают по телевидению, и многие у нас спрашивали, почему же у нас-то 112? 112 связано с тем, что Евросоюз и вообще европейское сообщество у себя, у нас здесь на континенте, в свое время… — Реализовала свои цифры, да? — Ну вот она, да, она придумала такую систему. Может быть, набирать легче, не знаю, 112 рядом, там, эти две цифры, 1, 1, 2. Может быть, с чем-то другим связано, но так или иначе… — Россия влилась в этот процесс? — Да. Когда вот обсуждался интеграция в Евросоюз, вообще интеграция с Европой… — Ну, конечно, иностранцы же тоже путешествуют по нашей стране, да? — В том-то и дело. — У них на ментальном плане это уже давно осело. — В том-то и дело, что… — И наши люди ездят в Европу, и с ними может что-то встречаться. — Вот и любой человек, выезжающий в том направлении, не должен задуматься, в какую же он страну попал, и ему 9.1 набирать или 112. Поэтому, я думаю, что по этому пути и пошли, и решение правительства Российской Федерации было ввести на территорию страны единый номер для вызова всех аварийных служб — 112. — Опять же, правительство определило в первую очередь 6 служб, которые должны были туда влиться. Первых 4 — это всеми нами известные еще с 1930-х годов. 0.1 — это пожарная охрана, 0.2 — это милиция, полиция сегодня, да? 0.3 — это медицина, скорая медицинская помощь, 0.4 — это служба газа, аварийная служба газа. — Медицинная катастрофа вам туда присоединяется? — Ну, это уже дополнительно. Вот я 4 назвал первых, которые были определены постановлением правительства. И потом 2, которые были дополнены к тем существующим много-много лет. Это служба антитеррора и служба реагирования в чрезвычайных ситуациях. Вот это 6, которые были определены именно правительством. — Указ президента России был в декабре 2010 года. Я так понимаю, все достаточно сложно соединить все эти системы, все эти службы в единую какую-то сеть, да? Потому что работа-то идет, но вот мы все ждем, ждем этого номера. Он пока еще не появился. Была большая законодательная работа и, в принципе, система 112 на территории Чувасской Республики на сегодня в начальной стадии. У нас технический проект уже рассмотрен и одобрен МЧС России. Проект на смертную документацию на центр обработки вызовов тоже одобрен. И с 2015 года, в принципе, мы уже начинаем строительство в центре обработки вызовов. И возможный вариант, опережая на один год федеральную целевую программу, мы у себя внедрим в 2016 году систему 112. Но это не говорит о том, что система 112 сегодня не работает. На территории Чувасской Республики система 112 в тестовом варианте работает. Ну, просто, наверное, сигналы передаются от службы к службе, да? Потому что, как определяется-то, вот там, ну, что нужно отправить пожарным или отправить там медицине или еще? Как это вот они делают? Как они это определяют? Например, человек находится на территории Вурнарского района. С ним случилась беда. Заблудился в лесу. Человек звонит 112. И этот сигнал получает на сегодня диспетчер пожарной части Вурнарского. Данного района. Просто потому, что он ближе технологически, да? Получает сигнал диспетчер пожарной части. Соответственно, диспетчер пожарной части на сегодня он отыграет роль оператора системы 112. Данную информацию, данный звонок он передает по направлению, куда, с какой проблемой человек должен был обратиться до того по старой схеме. И, соответственно, оперативно та или иная служба отработает эту уже ситуацию. И диспетчер Вурнарского пожарной части отслеживает дальше алгоритм действий всех этих служб. И идет полный контроль. Но при этом контроль где-то там сверху про то, что этот диспетчер там на территории района не проспал, не продремал. Сам технологический этот сигнал еще кто-то контролирует здесь, в Чебоксарах? Нет. Пока нет. Для этого и создается вот эта система абсолютного тотального контроля, да? Ну, это будет даже не контроль, а прием из сигнала. То есть мы сегодня говорим, что на сегодня, да, сегодня выборочно работает, не выборочно, а тестово, работает система так. Позвонил человек 112, попал в ближайшую пожарную часть. Это, наверное, не совсем правильно, потому что мы говорим, что он звонит в разные службы. Меня волнует, чтобы там были адекватные, те, которые сигнал мой принимают, да, чтобы они были адекватные, чтобы они сориентировались и по назначению дальше его продвинули. Да, но мы-то говорим о том, что в дальнейшем, когда система получит полное развитие, будет создан специальный центр обработки вызовов, куда сигнал будет приходить. Не обязательно вот из города, да будем в городе Чебоксары, будет этот центр обработки вызовов. То все сигналы будут на 112 коммутироваться именно сюда. И неважно откуда, из Батарева, из Шумурши или из Алатрия, например, да, человек позвонит. Неважно, придет сигнал сюда, а здесь уже диспетчер, который получит определенное образование, который будет своего рода психологом, там, к нему применяются там очень серьезные квалификационные требования. То есть он должен быть и, может быть, и переводчиком, то есть понимать различные языки. Да, да. И в том числе он в первую очередь должен понять, что же произошло, потому что человек... В состоянии стресса не всегда адеквате. Да, не в адеквате, он может говорить все, что угодно, а из него-то надо выудить то, что необходимо, ту ценную информацию. И поэтому, наверное, вот из-за этого, из-за того, что будет каждый сигнал принимать именно вот такой подготовленный профессионал, не только человек, который может принять сигнал о пожаре, а вообще обо всем, а потом уже распределить функционал, вызвать те службы, которые необходимы. Вот в этом цель-то создания, наверное, вот этого единого номера 112. А кадры? Вот есть же и экономический аспект у этой, в решении этой проблемы и вопроса. А кадры? Вот сколько будет и сколько сейчас? Действительно, во всей структуре оперативных дежурных сегодня, наверное, более тысячи оперативных дежурных. Когда запустится у нас система 112, раз в пять сократится общее количество, потому что тогда уже будут работать обученные, профессионалы, те, которые уже владеют и психологией, и языками, и оперативно будут решать все вопросы. Потому что когда стоит на кону жизнь человека, каждая секунда дорога, не минута уже, а каждая секунда. Поэтому именно к этому стремимся, чтобы систему 112 запустить как можно быстрее, оперативно. И современные системы связи, они, конечно, тоже, наверное, резко повышают возможности для работы ваших служб. Да, сегодня система связи, в принципе, на территории республики, она очень такая глобальная, расширенная. Если взять пять основных операторов связи, они постоянно с нами в полном взаимодействии, работают в нашей межведомственной рабочей группе, в той же системе по развитию, по созданию 112, потому что с ними мы должны и обязаны работать именно по развитию этой системы. И плюс на сегодня практически проходят тренировки всевозможные, когда они оповещают население в учебных целях через СМС-рассылки. А какие еще системы, базы данных, какие еще проекты у вас в вашей системе существуют, которые технологически полезны вам, но полезны и нам, гражданам, живущим? Почему вы так говорите? Ну, вы имеете в виду, которые облегчают нам работу, наверное. А раз работа легче, то и качество выполнения задачи, наверное, конечно, тоже возрастает. Стоит вспомнить о Центре управления в кризисных ситуациях, о котором мы уже много раз говорили, но напомнить, наверное, не лишнее. И это система, которая сегодня оснащена всем самым современнейшим оборудованием компьютерным, который имеет базу данных по всем производствам, существующим на территории республики, имеющим какую-то потенциальную угрозу для населения в том числе. В том числе туда забиты и спланированные действия, мероприятия, в том числе и силы и средства для реагирования на природные, на любые природные и чрезвычайные ситуации. В общем, на все, что может произойти сегодня с нашим человеком, независимо от него или зависимо от него. Все это рассчитано, все это существует. Кроме этого, у нашей дежурной смены порядка десяти, даже больше, наверное, различных компьютерных программ, которые при введении минимального количества исходных данных выдают сразу результат о последствиях, о необходимости привлечения той или иной организации, тех или иных сил и средств. О каких еще вообще вещах можно говорить в смысле открытости и доступности вашего министерства через призму какой-то вашей специфики отрасли? Несомненно, развитие культуры жизнедеятельности населения нашего – это главная цель и направление, наверное, всего. Все, что можно придумать для воспитания. Вот как раз это и цель наша, и перспектива развития. Здесь и различные виды программ, в том числе есть программы, компьютерные программы, то есть дети могут поиграть. Игрушки там всякие, да? Да, игрушки. Существует телевидение МЧС, и сегодня каждый может через, опять же, через интернет выйти на эту страницу, выйти посмотреть, что же показывает МЧС России. Кроме этого, конечно же, работа с детьми, с населением. С населением – это сходы граждан, и сегодня мы этот способ работы с населением активно применяем, да, активно применяем в работе. Один из способов доведения информации для детей – это интересная программа, очень интересная программа «Спас Экстрим», и мы сегодня буквально с 1 сентября тоже выставили на своей страничке в интернете, на своем сайте, что все, дети вышли в школу, ушли от дедушек и бабушек, пора вернуться к реалиям жизни. Это портал в интернете, уважаемые телезрители и радиослушатели. Это портал «Спас Экстрим», очень интересный. Мы очень много проводим конкурсов с детьми, конкурсов со взрослыми, конкурсов среди, опять же, средств массовой информации. Так что я думаю, что вся работа, которая проводится, должна принести однозначно положительный результат. Ну что ж, уважаемые гости, завершая нашу программу, действительно, какие вещи вы хотели бы сказать нашим телезрителям и радиослушателям по части профилактики? Потому что если ваша служба не работает в том смысле, что она не востребована, то это всеобщее счастье. И таких состояний у вас должно быть как можно больше. Как говорят пожарный СПИД, страна богатеет. Ну, экономический ущерб, конечно, колоссальный обычно бывает при пожарах. В связи с этим хотелось бы пожелать нашим гражданам, чтобы в первую очередь они просто понимали, откуда может прийти беда. То есть знать беду. Каждый человек, имеющий инстинкт самосохранения, подумает о том, как же защититься. Если мы доведем откуда беда, то человек, конечно, постарается себя защитить. Ну, а мы ему в этом уже поможем. Главное, наверное, в нашей работе – это обеспечение безопасной жизнедеятельности населения Чувашской республики. Но здесь должны работать мы все. То есть культура безопасной жизнедеятельности зависит от каждого из нас. Бдительность, да? Бдительность и ответственность самого себя и окружающих. Перед самим собой? Перед самим собой. И тогда мы обеспечим безопасность всех нас. Ну что ж, уважаемые телезрители, уважаемые радиослушатели, я могу в данную минуту сказать, я желаю, чтобы наши службы, как говорится, хорошо, конечно, работали, но чтобы экстремальных ситуаций в нашей жизни не было. Пусть лучше они совершенствуют в своей способности спасать людей от беды на теоретических каких-то, да, на профилактических мероприятиях. На учениях и тренировках. На учениях и тренировках. Спасибо вам за участие программы. А нам всем, чтобы не было чрезвычайных ситуаций в нашей жизни. Или, по крайней мере, они были сведены к минимуму. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова